Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на Амурском областном телевидении. В студии вас приветствует Оксана Холодова и в начале основные темы. Медоотвод вместо QR-кода. Справка о противопоказаниях к вакцинации станет пропуском в общественные места. Газификация при Амуре. Губернатор региона и председатель правления Газпрома обсудили перспективы использования сжиженного газа. Не обследовали гидротехнические сооружения после паводка. Прокуратура Амурской области внесла представление министру лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексею Севастьянову. Снег и 2 градуса мороза. Декабрь радует амурчан теплыми днями. Справка о противопоказаниях к вакцинации станет пропуском в места с действием системы QR-кодов. Нововведения начали применять в Амурской области с 7 декабря. Теперь для посещения общественных мест, где введены ограничения, можно предъявлять не только действующий QR-код или ПЦР-тест, но и справку о противопоказаниях к вакцинации по утвержденной форме. Таким образом, попасть в общественные места, где действует система пропуска, теперь могут и амурчане, кому по медицинским показаниям не рекомендовано ставить прививку против коронавируса. Между тем, в Преамуре вновь установлен антирекорд по заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки медики выявили 265 новых случаев заражения COVID-19. Темпы распространения инфекции продолжают расти. Правительство России дополнительно направит регионам 89 миллиардов рублей. Все средства пойдут на оказание гражданам бесплатной медицинской помощи. Распоряжение о выделении денег из резервного фонда подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Средства на поддержку медицины уже выделяли летом и осенью этого года 110,56 миллиардов рублей соответственно. Дополнительное финансирование позволит продолжить мероприятия, направленные на борьбу с коронавирусом, не сокращая расходы на плановую медицинскую помощь. Из выделенной суммы Амурская область получит почти 805,5 миллионов рублей. Медики призывают амурчан вовремя проходить диспансеризацию. Особенно врачи ждут тех, кто перенес COVID. Общее обследование позволяет выявить многие заболевания на ранней стадии. Подробнее о процедуре расскажет Ольга Сысой. У Галины Трюхан сахарный диабет. Несмотря на это, врачи, говорит, женщина посещают тогда, когда встает острая необходимость. Тут врачи ждут на день. Однако диспансеризацию в участковой поликлинике она старается проходить ежегодно. Во время профилактического медосмотра медики измеряют рост и вес, артериальное и внутреннее глазное давление. Кроме того, во время обследования человек проходит электрокардиографию, флюрографию, мамографию, а также осмотр врачом, акушером, гинекологом. Я считаю, что и до 40, и после 60, те, кто в зоне риска, это просто необходимо проходить диспансеризацию, потому что в наш век сумасшедший люди не всегда находят возможность прийти к врачу и обследоваться. Людям от 18 до 39 лет, говорят, медики, необходимо проходить профилактический медосмотр раз в три года, начиная с 40 и вовсе каждый год. Для тех, кто перенес ковид, в каждой поликлинике проводится углубленная диспансеризация. К уже перечисленным процедурам добавлены сатурация, измерение объема легких, рентгенография органов грудной клетки, а также компьютерная томография. Даже если вас ничего не беспокоит, проходить диспансеризацию нужно. Почему? Это позволяет медикам выявить заболевание на ранней стадии, а это залог успеха для дальнейшего лечения. Прежде всего, отметила Елена Кардаш, речь идет об онкологических, сердечно-сосудистых заболеваниях, хронических болезнях легких, а также сахарным диабетом. Ольга Сысо, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. И к другим темам. Для автономной газификации при Амуре возможно будут использовать сжиженный природный газ. Меморандум о намерениях по реализации проекта подписали председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и губернатор области Василий Орлов. Встреча прошла в Санкт-Петербурге. Теперь региональному правительству предстоит подготовить технико-экономическое обоснование перевода на него котельных. При этом потребуется строительство инфраструктуры для приема, хранения и регазификации топлива. Комплекс сжижения природного газа построят в Свободненском районе. Такое решение было принято в сентябре. Сейчас в области продолжается проектирование межпоселковых газопроводов к Амурской столице и селам Верхнеблаговещенской и Чигири, а также к золотодобывающему предприятию в Магдагачинском районе. Строительство отвода к Свободному завершат до конца года. Первой на новый для приамуре вид топлива перешла котельная Циолковского. Объект подключили к сетевому газу. Прокуратура Амурской области внесла представление министру лесного хозяйства и пожарной безопасности Алексею Севастьянову. Основанием для этого послужило невыполнение работ по обследованию гидротехнических сооружений после паводка этого года. Информацию озвучили во время коллегии, которую провели в надзорном ведомстве. На расширенном заседании обсудили вопросы ликвидации последствий разлива рек и озер. Коллегия прошла под председательством прокурора Амурской области Александра Бучмана. Представители ведомства дали оценку действиям органов власти по предупреждению повторных негативных природных явлений. В 2021 году выявлено почти 600 нарушений. К дисциплинарной ответственности привлечено 57 должностных лиц. В настоящее время остаются поврежденными объекты транспортной и социальной инфраструктуры. В полном объеме до сих пор не определены границы зон затопления. Непринятые меры по строительству защитных сооружений, не всем пострадавшим гражданам, нуждающимся в проведении капитального ремонта, а также приобретении жилых помещений, осуществлены необходимые выплаты. С начала года прокуратура направила в суды 410 исковых заявлений. Благодаря этой работе гражданам предоставлены компенсационные выплаты за утраченное имущество. Много замечаний было связано с нарушениями при строительстве гидрозащитных сооружений и систем мелиорации. По выявленным фактам отсутствия финансирования мероприятий по эксплуатации гидротехнических сооружений, непринятия мер к признанию ГТС безхозяйными, необеспечения безопасности по представлениям прокуроров, должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Юрий Камышн, Амурское областное телевидение. Найти хорошую работу, стать частью коллектива и быть успешным сотрудником, несмотря на особенности здоровья. Эти задачи призваны решить цикл занятий на базе образовательного центра лидеров в Благовещенске. Напомним, месяц назад в администрации города утвердили дорожную карту, которая включает мероприятия по содействию в трудоустройстве молодежи с инвалидностью. Екатерина Талалай расскажет подробнее. Вокруг вас много людей сегодня. Это очень стрессовая ситуация, очень напряженная. И она чем-то схожа с первым днем работы в новом коллективе. Как в него не просто влиться, но и показать себя хорошим специалистом. Этому учит психолог слушателей курса. Он рассчитан на месяц и предназначен для благовещенцев с инвалидностью от 18 до 35 лет. Я пришлась сюда на месяц, чтобы получить так рамки для работы. Психолог не только поможет выработать уверенность, но и с помощью специальных методик подберет ряд подходящих и комфортных профессий людям с ограничениями здоровья. Также будут занятия по финансовой грамотности. Они тоже должны знать, из чего состоят финансы, что это такое, как ими распоряжать. Так как это не просто трудоустройство, это еще и их дальнейшая жизнь. Она должна быть тоже комфортной. Занятия по профориентации. Сюда входит игра, калейдоскоп профессии. В рамках данной игры ребята попробуют себя в разных профессиях. Этот проект пилотный, он реализуется в рамках дорожной карты по трудоустройству молодых людей с инвалидностью. Посмотрим, насколько наша программа востребована, для того, чтобы ее внедрять уже на следующие годы. Потому что наша программа начинается с 22 по 24, насыщена очень большими мероприятиями, куда войдут не только люди с инвалидностью, но и работодатели, которые будут трудоустраивать данную целевую аудиторию к себе на работу. Кстати, присоединиться к проекту могут все желающие амурчане с ОВЗ. Условия можно узнать, позвонив в Центр выбор. Номер телефона вы видите у себя на экранах. Екатерина Талалай, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Более 15 тысяч амурских школьников получили билет в будущее. Благодаря федеральному проекту профориентации, учащиеся 6-11 классов, смогли пройти диагностику своих профессиональных предпочтений, а также принять участие в практических занятиях. Это помогло многим определиться с выбором будущей сферы деятельности. Из 15 тысяч школьников 12 тысяч стали участниками профориентационных уроков. На занятиях ребята пробовали укладывать кирпичи, работали с электросваркой, реанимировали условного больного. Профессиональные пробы проходили по 31 направлению на 11 площадках. В учебных заведениях Благовещенска, Свободного, Белогорска, Завитое, Зее, Шимановска, Константиновке и других. Помогали школьникам больше сотни педагогов, которые прошли специальное обучение. Проект в следующем году продолжится, поскольку он входит как мероприятие в федеральный и региональный одноименный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта образования. Новинкой этого года уже было изменение в части введения педагогов-наставников. То есть каждый обучающийся, который заходил в мероприятие проекта, он не самостоятельно осуществлял это плавание, а у него была навигация, сопровождение и наставничество. Несвойственные для декабря температуры сохранятся в области до конца недели. Однако аномального тепла ждать не придется. По прогнозам синоптиков, циклон, который ожидали в Амурской области, сменил свое направление. Между тем, в центральных, южных и восточных районах области 9 и 10 декабря ожидается снег. Температура днем от 2 до 7 градусов мороза. Ночью столбик термометра опустится до минус 15, местами до минус 20 градусов. Из-за необычно теплой погоды на реках области продолжается ледостав. По сообщению регионального управления МЧС, лед на водоемах непрочный. Зея и Амур еще не замерзли. Жители области просят не выезжать на рыбалку и водные объекты. Елку желания в региональном правительстве украсили более 500 писем от детей, оставшихся без попечения родителей. Ребята написали, что они хотят получить в подарок на Новый год. Снять конверты и исполнить мечту маленьких амурчан может любой желающий. Стать участником благотворительной акции можно до 20 декабря. Четвертый год подряд проект реализуется по инициативе губернатора Преамурия Василия Орлова. Письма Деду Морозу отправляют дети из социальных учреждений региона. По опыту прошлых лет самыми частыми пожеланиями были настольные игры, коньки, кроссовки, куклы, конструкторы. Дежурят рядом с елкой желаний волонтеры молодежного центра «Выбор». С 1 декабря поступило 574 письма, из них 61 снято. Семь подарков амурчане уже принесли для дальнейшего вручения. Воспитывают приемных детей, проводят уникальные операции, оказывают помощь заболевшим коронавирусом. Поддерживают амурчан в трудной жизненной ситуации. В Преамуре подвели итоги регионального конкурса «Поступки и люди». Проект реализуется с 2019 года при поддержке правительства области и общественной палаты. На народное признание претендовали 77 амурчан. Кто стал победителем, расскажет Евгений Вдовенко. Каждый из 77 претендентов на общественное признание уже является примером для подражания. Голосование за победителей в каждой из семи номинаций шло с 23 октября по 1 декабря. Самое большое количество голосов набрал в номинации «Гражданская оппозиция» Александр Сопнев. За руководителя ресурсного центра, занимающегося обучением волонтеров поиску пропавших людей, проголосовало более 9 тысяч амурчан. Голосовало очень много людей. Если брать статистику, то мы обучили более 300 человек. Я вот уверен 100%, что все, кто обучался в нашем центре, все за меня голосовали. Помимо этого, за Александра отдали свой голос родные и близкие спасенных волонтерами людей, а также огромное количество тех, кто понимает важность его деятельности. Сам Александр считает, что выбранное им направление отнюдь не исчерпало себя и по-прежнему нуждается в активной подпитке новыми добровольцами. Мы поняли, что потребность в обучении, а это, как правило, сейчас стала молодежь, вот она растет и нужна. Мы будем учить, учить и учить. Ну, кроме того, что мы обучаем, мы еще и проводим профилактическую работу, направленную на сокращение случаев чрезвычайных людей. Мы выезжаем в школы, мы рассказываем, как вести себя в природной среде, как вести себя в городской среде. Это касаемо школьники, детсад. В номинации «Семейные ценности» победила семья Гуляевых, которые, помимо двоих собственных детей, успешно воспитывают 15 приемных ребят. В категории «Повод гордиться» наибольшее количество голосов отдано врачу Тамбовской больницы Константину Кожеченкову. В номинации «Мы вместе» амурчане выделили волонтера-добровольца, автора проекта «Доброе сердце» Галину Позняк. В направлении «Во имя жизни» победу одержали благовещенские хирурги Сергей Аникин и Артем Заворуев, авторы уникальной операции на сердце. В 2020 году ими была спасена жизнь 25-летнего благовещенца, из сердца которого извлекли обломки иглы. По данным наших старших, в том числе товарищей, которые работают в таркальной хирургии, очень давно таких случаев, именно проникающих в ранение в грудную клетку и в сердце иглы, какого-то народного тела, такого бытового характера, не описано было ни разу. Еще одним победителем в номинации «Забота о людях» стала руководитель волонтерского отряда «Амуровцы» Наталья Сидоренко. В категории «Большое сердце» лидером стал машинист-железнодорожник Кирилл Бормотов, который вместе с женой воспитывает троих приемных детей. По словам председателя Амурской общественной палаты, в следующем году перечень номинаций возможно расширится. Людей, чьи поступки вызывают заслуженное уважение, в Преамурье значительно больше. Это люди, которые могут дать совет, которые могут личным примером увлечь кого-то за собой. Поэтому мы вот с такими людьми продолжаем сотрудничество, не оставляем их как номинантов в той или иной программе. Мы их стараемся вовлечь в еще большую активную деятельность. И некоторые из них, вероятно, являются реальными кандидатами для попадания в общественную палату следующего созыва. Евгений Вдовенко, Андрей Светков, Амурское областное телевидение. И на этом все. Спасибо за внимание. Смотрите Амурское областное телевидение и следите за самыми интересными событиями вместе с нашими корреспондентами. Заходите на наш сайт amurobl.tv и на нашу страницу в Инстаграм. Всего хорошего и удачи. Амурское областное телевидение.